МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Куба стала ближе в Чувашии побывала делегация посольства Кубы в России. В тяжкое бремя предприятия Республики задолжали своим работникам около 130 миллионов рублей. Мир в Чубаксарах, столица Чувашии, начал свою работу новый радиоканал. ДТП во Владимирской области, в котором пострадали жители Чувашии, обсудили на совещании у главы Республики. Михаил Игнатьев поручил оказать раненым необходимую помощь. Этой ночью во Владимирской области на трассе М7 микроавтобус из Чубаксар врезался в попутный КАМАЗ. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение. После этого Мерседес столкнулся с КАМАЗом и опрокинулся. В результате ДТП погибли три пассажира микроавтобуса, шесть человек получили ранения. Проводится проверка и уточняются все обстоятельства аварии. Михаил Игнатьев попросил Минздрав держать ситуацию на контроле, доставить в лечебное учреждение Республики тех, кого можно перевозить. И проследить, чтобы нетранспортабельные ни в чем не нуждались. Долги по заработной плате явление крайне неприятное. Еще более неприятно, что они продолжают расти. Серьезный разговор с руководителем предприятий, чьи сотрудники не могут получить причитающиеся им деньги, состоялся сегодня в Доме правительства. Задолженность по заработной плате на постоянном контроле органов власти. И многое удается решить в рабочем режиме. За прошлый 2018 год работникам различных предприятий выплачено более 280 миллионов рублей. Но, к сожалению, есть долги, которые висят тяжким грузом уже не первый год. И это 128 миллионов рублей. Такого в Республике не было даже в сложные экономические периоды, заметил глава региона. Для исправления ситуации необходимы более действенные меры, нежели те, что принимаются сейчас. Хотя Минтруда, Госинспекция труда и другие контролирующие органы увеличили количество проверок, на положение дел это ощутимо не повлияло. По-прежнему в числе должников типография номер один. Номер один эта сумма должна была быть погашена в прошлом году. Я выслушивал все доклады. Почему не была погашена? Потому что не было продано полностью имущество, которое... Это кто должен был продавать? Все. Конкурсы выправляют. Понимаете, 2015 года. Четыре года процедуру конкурсного производства. Еще более сложная ситуация в Чувашевтотрансе. Собственно, на долю предприятия приходится больше половины общей задолженности по зарплате во всей Республике. Хуже всего то, что сумма продолжает расти и уже достигла 67 миллионов рублей. У нас ближайшие торги назначены на 15 февраля. Выставляется Гагарина 20. Значит, на сумму 81 миллион 875 тысяч рублей 340. Следующие торги состоятся сразу три объекта 27 февраля. Это автостанция Новосийского. Стоимостью 62 миллиона 25 тысяч автостанции при вокзале. Стоимостью 59 миллиона 917 тысяч. Кроме того, предприятие наконец-то готово продать и движимое имущество. Автобусы на сумму 113 миллионов рублей. Почему не сделали этого раньше, поинтересовался Михаил Игнатьев. Особенно тогда, когда предприниматели закупали автотранспорт для организации пассажирских перевозок. Вообще, к работе кризисных управляющих Чувашевтотранса много вопросов. 10 июля, на память говорю, 18-го года из видов деятельности исключены перевозки. И руководством Чувашевтотранса было принято решение, вопреки рекомендации нас как учредителя, несмотря на то, что виды деятельности перевозки исключены, сотрудники были отправлены в простой, а не были уволены в восстановленном порядке, как предусматривает возможности трудового и иного законодательства в этой части. Михаил Игнатьев потребовал создать специальную комиссию, которая предметно разберется в этой истории и разработает эффективные меры для прекращения роста долгов и скорейшего их возвращения всем кредиторам. Это в равной мере относится и к другим предприятиям. Глава республики поручил составить поддекадный график возвращения просроченной задолженности. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии побывала делегация посольства Кубы в России, и представители общественной организации «Общество дружбы с Кубой». Программа визита была насыщенной. За два дня гости успели посетить предприятия республики и провести ряд встреч. Ольга Пырочкина подробнее. Кубинских гостей глава Чувашии Михаил Игнатьев встречает на смотровой площадке Дома правительства. К русской зиме послу Херардо Пеньяльвер Порталио, который уже больше года живет в Москве, не привыкать. А вот крупнейшую реку в Европе Волгу он видит редко. Однако в ближайшем будущем по волжские регионы в его графике рабочих визитов будут чаще. В партнерстве с субъектами нашей страны, включая Чувашию, «Остров свободы» видят хорошие перспективы, отметил полномочный посол на рабочей встрече. Куба маленькая страна, но Куба для России далеко не рядом, потому что мы имеем историческое отношение. Если Куба сегодня имеет такой высокий уровень индустриализации, образования и загохранения, это тоже благодаря за взаимовыгодное сотрудничество. И сегодня мы продолжаем стратегически партнерство с Россией. Обсуждать сотрудничество продолжили уже в более широком составе на совещании. Внешний торговый оборот с Кубы растет, отметил Михаил Игнатьев. Динамики рос на 7%. Внешний торговый оборот составил около 300 тысяч долларов. Сумма может быть не такая большая, но для учета я могу сказать, мы сейчас работаем с 96 странами мира. По прошлому году унешний торговый оборот составил 550 миллионов долларов. Хорошо продается на экспорт продукции химической промышленности и машиностроительные продукции. В нашем машиностроении Куба заинтересована. До встречи участники делегации посетили промтрактор. Гусеничные экскаваторы, погрузчики и трубоукладчики сейчас востребованы на их рынке. Кроме того, Куба планомерно переходит на возобновляемые источники энергии. И здесь в Чувашии тоже есть что предложить. И очень важно эта компания «Хейвель». Посмотрели все производства. Очень-очень современно. России, в том числе и Чувашии, в свою очередь, интересны наработки в области биотехнологии. С 2017 года в республике больных с синдромом диабетической стопы лечат препаратом, разработанным кубинскими фармацевтами. В области биофармацевтические, промышленные. У нас есть очень хорошие, уникальные препараты. И даже в области образования мы думаем, что есть потенциал. А еще стороны планируют развивать туризм. В конце прошлого года Россия и Куба упростили безвизовый режим. Срок пребывания для граждан обеих стран увеличился до трех месяцев. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. К визиту кубинской делегации мы вернемся сразу после короткой рекламы. Еще расскажем о том, кто из Чувашии прошел финал лидеров России и как изменился музей Мариинского посада после реконструкции. Сотрудничество в сферах культуры и образования стало еще одной темой двусторонних переговоров. В программе визита кубинской делегации, встречи со студентами и поход в театр подробности в следующем материале. Для гостей из жаркой страны теплый прием. Так делегацию Кубы встречали в Чувашском госуниверситете, ведущем вузе региона, готовые обучать и студентов с острова свободы. На развитие коммунитарных связей делают ставку обе стороны. У нас сейчас в России более 250 кубинских студентов, 25 вузов в 9 городах в России. В этом году важная дата. Ровно 60 лет, как были восстановлены дипломатические отношения между странами. Юбилей отметят и общество дружбы, острова свободы и России. У его истоков стояли Эрнесто Чигевара и первый космонавт Юрий Гагарин. А нашему земляку Андрияну Николаеву вручали памятную медаль 30-летия революционных вооруженных сил Кубы. Михаил Игнатьев отметил, что Чувашия настроена на тесный диалог. Самое приобретенное направление они выбрали на сегодняшний день. Приобретение солнечных модулей. В ноябре месяце они нас пригласили, мы делегацией, если все нормально будет, поедем. Они приедут. В день визита иностранной делегации премьера спектакль «Токолора», так называют национальную птицу Кубы, поставил коллектив театра кукол по пьесе журналисты из Чуваше Владислава Николаева. На сцене театра кукол национальный колорит. Народные танцы и песни на русском, испанском и чувашском языках Куба становятся ближе. Наши новые поколения будут укреплять и углублять эти исторические отношения. Мы можем друг друга приветствовать на всех языках. Мы можем говорить «Привет», «Аля», «Салам» и мы вместе. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, «Республика». Муниципалитеты республики начали подводить итоги социально-экономического развития за прошлый год. Первыми отчитались власти Красночитайского района. Выездные совещания для правительства Чуваша и возможность наладить обратную связь с местными жителями и наметить планы на перспективу. Глава республики приехал в Красный Читай с солидным списком поручений. Подробности у Дмитрия Ковалева. Красночитайский район – лидер программы инициативного бюджетирования. Это когда сами жители решают, что именно необходимо построить и отремонтировать. В 2018-м муниципалитете реализовали более 15 проектов. В этом году подано 46 заявок. Благодаря эффективной работе местных властей сокращается количество неиспользуемых земель. Немалые суммы в бюджет поступают от арендаторов муниципального имущества. От реализации муниципального имущества на 400 тысяч рублей. На текущий год собственные доходы планируем во объеме 62 миллионов 800 рублей. Передвигаясь по Красночитайскому району, наша съемочная группа убедилась в том, что местная транспортная сеть явно нуждается в ремонте. Эту тему обсудили и на совещании с активом. Более 250 километров дорог сейчас не отвечают нормативам. На реконструкцию проблемных участков в этом году муниципалитету выделят 90 миллионов. И это лишь один из вопросов, напрямую влияющий на развитие района, отметил глава республики. Но наша задача, начиная с этого года, уже четко начинать выполнять мероприятия, предусмотренные в указе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это практически национальные проекты. Дополнительно получим по Министерству строительства Российской Федерации, по Министерству природы для рекультивации тех свалок, которые мы закрыли. Еще одна тема – приток инвестиций. Новым проектам в муниципалитете дают зеленый свет. Это один из уже реализованных инвестиционных проектов. В сельхозкоперативе «Коминтерн» возвели новый доильный блок. Он оснащен передовой техникой. За всем процессом следят специалисты. В объективе видеокамеры доильный зал как на ладони. На его строительство направили более 100 миллионов рублей. Аграрии намерены увеличить объемы реализации молока. Вообще сельское хозяйство называют локомотивом экономики муниципалитета. У нас сейчас практически реально мировые технологии. Таких доильных блоков каруселей, где одновременно можно получить молоко от 36 коров, даже в стране немного. Оборудование здесь отвечает энергоэффективным стандартам. Председатель Сельхозкооператива говорит, что после модернизации фермы заметно улучшилось качество продукции. В жаркое время в танк-ухладителе молоко долго будет охлаждаться. Чиллер купили, мы думаем, вот это оправдает себя. Качество лучше будет обеспечиваться. Качество лучше будет, ага. В этом году в районе намерены реализовать шесть инвестиционных проектов. Большого эффекта ожидают и от программы поддержки малого бизнеса. Ее задача создавать новые рабочие места. Здесь же мы видим в Красно-Читайском районе уровень безработицы почти в два раза превышает средний по Чувашской республике показатель. То есть, с одной стороны, мы должны увеличить чистость занятых в этом районе. Глава региона отметил, что у муниципалитета большой потенциал. Но только от местных властей зависит, будет ли двигаться район вперед. Очевидно, что многие жители хотят перемен. Ставка на развитие экономики. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. «Мир» в Чебоксарах. Сегодня, 4 февраля, в столице Чувашии, начал вещание новый радиоканал «Мир». Он принадлежит межгосударственной телерадиокомпании с одноименным названием. Напомним, тестовое вещание велось с декабря прошлого года. А сегодня символическую кнопку нажали глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель телерадиокомпании Радик Баттершин. Здравствуйте. Приветствую. На Чувашской земле. Информационно-музыкальная радиостанция «Мир» круглосуточно вещает в разных уголках мира. Ее слушают не только в России, но и в республиках Беларусь, Кыргызстан, Армении, даже в Прибалтике, рассказал Радик Баттершин на встрече с главой Чувашия. Сегодня к большой аудитории слушателей присоединились Чебоксары и Новочебоксарск. Раз, два, три. Председатель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» признался, что в эфирной сетке найдется место для программ с национальным колоритом. Совсем недавно одну из радиопрограмм посвятили нашему легендарному земляку Василию Чапаеву. Тематическое направление будет развиваться и дальше вместе с новыми электронными технологиями. В России начался официальный переход на цифровое телевещание. И отрадно, что именно в это время в Чувашской республике сегодня стартует вещание «Радионир». Россия будет продолжать дальше двигаться по пути цифры, как требует от этого наш президент Владимир Владимирович Путин. Это нужно для выхода на новый уровень развития экономики социальных отраслей, нужно для удовольствия информационных прав наших граждан, граждан России. Кстати, съемочная группа телекомпании «Мир» в Чебоксарах снимала сюжет не только про открытие радио. В эфире уже появились сюжеты про чувашские народные традиции. А в ближайшее время зрители увидят большое интервью с главой республики. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Вся столица, одна большая стройка. Сегодня в Чебоксарах проектируют 14 дорог, строят 10 детских садов и 3 школы. Как идет реализация особо важных проектов, обсудили в администрации города. В прошлом году на строительство и ремонт дорог в Чебоксарах было выделено более 2 миллиардов рублей из всех источников сфинансирования. С каждым годом сумма увеличивается. Из 14 проектируемых дорог 6 уже прошли экспертизу. Бульвар электроаппаратчиков. Разработчик Таддор проекта города Казань. Стоимость реконструкции 57,2 миллиона рублей. Протяженность 326 метров. Количество полос 4. Строительство автомобильной дороги по улице 1 и Южной до пересечения с улицы Рихарда Зорги. Разработчик Таддор проекта. Стоимость строительства 39 миллионов рублей. Протяженность 400 метров. Количество полос движения 2. Перечень можно продолжить строительство участков дорог в районе театра оперы и балета с выездом на Московский проспект от базового проезда до Республиканского центра зимних видов спорта. На перекрестке улиц Гагарина и Цивильская на Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря эти адреса будущих строек озвучили жители столицы. В 2019 году запланировано завершить реконструкцию бульвара электроаппаратчиков участков на проспекте Яковлева и по улице Зорги. Отдельное внимание будущему третьему транспортному полу «Кольцу». Сейчас готовятся технические решения и проекты планировки и межевания территории. Проектная работа по контракту выполняет Казанский институт проектирования транспортных сооружений. Проекты должны быть качественными, а вопросы передачи земли под строительство дорог должны решаться заранее, подчеркнул глава администрации Алексей Ладыков. Помимо дорог в Щубоксарах продолжается строительство 10 детсадов и 3 школ. На планерке обсудили и подготовку к лыжне России. Всероссийская массовая гонка стартует 9 февраля в 12 часов. Сейчас для этого укладывают лыжную трассу и готовят подъездные пути в районе аэропорта. Два человека погибли в пожаре в минувшее воскресенье 3 февраля в Шумерле. Обстоятельства сейчас выясняют следователи. Вечером 3 февраля в правоохранительные органы города Шумерле от соседей поступило сообщение о задымлении в однокомнатной квартире, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Маршала Жукова. Прибывшие пожарные потушили возгорание, отек которого находился на кухне. В зале были обнаружены тела 58-летней женщины и ее 29-летнего сына, которые проживали там вдвоем. По предварительным данным, погибшие скончались в результате отравления угарным газом. Следствие проверяет различные версии возникновения огня, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. Не по блатую статусу, а по способностям руководителей нового поколения второй год подряд определяют в конкурсе лидеры России. Сейчас по округам идут очные этапы в полуфинал в ПФО на двух площадках в Нижнем Новгороде и Самаре. Вышли более 400 участников, 14 из них представители Чувашии. Утро лидера начинается рано и бодро. Это похоже на короткую лагерную смену, только приехали уже состоявшиеся руководители. Сразу же тестовый отбор, уже второй по счету. Потом не отдых, а очные испытания. Расписание, как и полагается, плотное. Оценивают даже организованность. За опоздание, дисквалификация. В какой-то момент мне показалось, что пора повышать управленческие качества и навыки. И на мой взгляд, в этом плане лидер России – это хороший толчок, хорошее начало. Все, спасибо большое. Социальные лифты запускают второй год подряд. И те, кто не смог попасть в него в прошлый раз, пытаются наверстать упущенное в этом году. Первый раз я тоже начала участвовать, но потом пропустила один из этапов. И вот так получилось, что в этом году я, конечно, его ждала и отслеживала каждый день. Самое главное сейчас – это познакомиться с довольно-таки большим количеством людей и попробовать принять опыт. Яков Петров в прошлом году до полуфинала не дошел. За год подтянул знания по математике и логике, и вот он в полуфинале. Тесты полностью обновили, добавили дополнительные испытания. По мнению организаторов, настоящий лидер должен слова подтверждать поступками. О том, что в своем социальном проекте будет помогать неизлечимо больным детям, Яков Петров не сомневался ни минуты. А если у него ножички скрюченные, то кладем его на спинку. Между работой в банке и своим бизнесом он поддерживает фонд «Аня Чижовой». Ищет благотворителей и волонтеров для обустройства лейкотеки, где с детьми и родителями будут работать специалисты. Есть такой проект о том, что дети нуждаются в помощи. И кто хочет, добрые люди могли бы помочь отозваться и даже не материальную помощь оказать, а хотя бы волонтерскую помощь. Впрочем, с социальным проектом можно было и не спешить. Это условие для тех, кто пройдет полуфинальные очные испытания и попадет в финал. В любом случае, даже если бы не было этого финала, я бы все равно сделал социальный проект. Оценочные мероприятия остались неизменными, как и в прошлом году участников разделили на команды. Они решают деловые кейсы, социальные задачи. И все это под пристальным наблюдением экспертов. Задание держится в строжайшем секрете. Журналистов пускают только на начало испытаний. Весь основной процесс проходит за закрытыми дверями. Эксперт-оценщик квалифицированный выделяет лучших в каждом упражнении по определенным критериям. То есть у него есть вот такой толщины примерно методичка, которая ему в этом помогает. Все нацелены только на решение конкретной командной задачи, а какого-то постороннего наблюдения мы не ощущаем на себе или не замечаем. Правильных ответов зачастую нет. Это тот случай, когда важен ход мыслей. Лидеров выбирают по способностям, а не по блату или должности. Они, конечно, востребованы и не только в Приволжском федеральном округе, и во всей России. Потому что на самом деле и цель конкурса, и те задачи, которые стоят перед нами, перед страной и перед Приволжским федеральным округом, это изменения и обновления во всех сферах деятельности. Полуфиналы по округам завершатся в конце февраля. Тогда объявят имена всех трехсот финалистов, которые встретятся в Сочи. Все они получат гранты на обучение, а сотни победителей еще и наставников из числа лучших управленцев страны. Ирина Волкова-Бахтия, Авелиев, Павел Иритков, Республика. Сегодня объявили финалистов конкурса лидеры России с ПФО. Приглашение в финал получили 34 человека. Среди них один из Чувашии, Роман Дементьев. Напомним, что в прошлом году лидером стала директор нашей телерадиокомпании Оксана Чкасова. Три месяца работы и 12 миллионов рублей в Мариинском посаде отреставрировали особняк купца Короткова. В нем располагается местный краеведческий музей. Что удалось воссоздать, узнала Татьяна Леонцева. Вот так выглядело здание музея до проведения ремонтных работ. Покосившиеся стены, разрушенная кирпичная кладка. Особняк середины 19 века переживал не лучшие времена. А это уже отреставрированный фасад. Разница налицо. После реконструкции парадная особняка вернулась на свое историческое место. Именно через эту дверь гости купца Короткова попадали к нему в дом. Кстати, в этом доме до сих пор сохранились балки тех времен. Все остальное восстановили. Залили пол, подняли стены, уложили плитку. Посетители все это видят впервые. В обновленные помещения вернулись музейные экспонаты. В одном зале экспозиция с флорой и фауной. В другом можно познакомиться со старинным бытом. Печь и дымоход середины 19 века. Вот какой вкусный, жарко. Вот так вытаскивали раньше мы тоже. Совершенно верно. Деревянная лестница, покрытая лаком. По такое купеческое семейство поднималось на первый этаж своего особняка. Гостиная, кабинет, столовая. Помещение заиграли по-новому. Аккуратные лепнины от штукатуренной стены, блестящий паркет, новые люстры. Реставраторы старались сохранить атмосферу позапрошлого века. Раньше я ходила в музей. Мне очень нравилось. Но сейчас, конечно, красота неописуемая. Совсем стало по-другому. Очень красиво. Конечно, нуждался. Сколько здесь посетителей. Сколько туристов приезжает. Очень много. Осталась та же мебель, утварь. Но все-таки, мне кажется, после ремонта намного интереснее, приятнее сюда заходить. Совсем другая атмосфера. Девушки обязательно же украшали свои подушки вышивкой или белыми наволочками. И опять же вышивали золотыми нитями. Теперь показывать девичью светелку можно не только летом. Рабочие привели сюда отопление. Всего на реставрацию музея выделили 12 миллионов 170 тысяч рублей. Подрядчик справился всего за три месяца. За ходом работ следили сотрудники музея. Где-то что-то мы вносили свои корректировки. Потому что в основном хотели какие-то детали сохранить. Именно которые нам достались от купца. И показать, естественно, и сохранить все это для нашего будущего поколения. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. Профессиональный праздник отметили полиграфисты, журналисты печатных и электронных средств массовой информации. Вручить заслуженные награды приехал глава Республики Михаил Игнатьев. Среди лучших оказались и наши коллеги, сотрудники национального телевидения Таванрадио. Русский драматический театр на время праздника превратился в спортивную площадку. Журналисты, на время отложив ручки, блокноты и гаджеты, с удовольствием поднимали гири, играли в дартс и бегали по велодорожке. В этом году День печати прошел под символом здорового образа жизни. Эта беговая дорожка стоит у нас в организации, то есть после трудового дня, до времени или во времени того, когда вам нужно хорошенько подумать о движении, самый лучший способ не только отдохнуть, но и сформировать какую-то мысль, беговая дорожка у наших ребят есть. Журналисты всегда должны быть в хорошей спортивной форме. Насколько хорошей, можно было проверить на площадке национального телевидения Чуваши. Всего в Чувашии работают 112 средств массовой информации, 92 печатных издания и 20 электронных СМИ. Все они активно развивают собственные сайты, размещают информацию в социальных сетях, выходят на новые интернет-платформы. Мы вместе с вами подводим итоги профессиональной деятельности, а с другой стороны ставим задачи на перспективу. Это во-первых. Во-вторых, конкурентная среда развивается, всегда побеждают те и выигрывают в конкурентной среде самые лучшие управленческие команды, которые настроены на результат, на позитив. К тому же Чувашия – один из немногих регионов, где печатная пресса сохраняет свои тиражи. И это только часть достижений. Впереди новые цели. У нас в Чувашии будет достигнуть 100% охват вещания национального радио и там радио по всей абсолютной территории Чувашской республики. Постребованным источником информации является национальное телевидение Чувашия. Потенциальное количество телезрителей сегодня, благодаря обещанию на спутнике, составляет более 8 миллионов человек. Ресталин коснулся и сайта интерка Чувашия. Главной фишкой обновленного сайта стала функция прямого эфира. Наш коллега, телеоператор Андрей Шоклев, получил почетную грамоту Минкомсвязи России. Поздравить журналистов приехали депутаты Государственной Думы, прокурор Чувашия и Василий Пословский. Плодотворное сотрудничество будет продолжено. Очень приятно, что мой скромный труд столь был высоко оценен. Я очень рада. Всегда приятно, когда тебя ценят, но мы будем продолжать и дальше работать. Конечно же, награды вдохновляют на достижение следующих высот, на достижение результатов, на взаимодействие с органами власти. Заслуженные награды вручены, заряд энергии получен. Впереди большая работа, оценку которой дают зрители, слушатели, читатели. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. На календаре февраль, а значит, уже пора задумываться, в чем встречать весну. Модная и удобная верхняя одежда от ярмарки «Ермак» – то, что нужно. Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Меня встретила вот эта здесь продавец женщина, девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось вот именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Ассортимент очень большой, конечно. Выбор очень большой. Вот три модели выбрала. Теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хоть что. Лишь бы подошло. Ну, я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде села. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное, все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. Кстати, сейчас в магазине акция «Три по цене двух». Вы покупаете две вещи, а третья вам достается в подарок. В акции участвует весь ассортимент. Успейте принять участие в акции и приобрести верхнюю одежду для себя и своих близких. Акции действуют до 28 февраля. Мы всем рады, вас ждем. Без ущерба для бюджета одеть всю семью можно здесь, на ярмарке верхней одежды. Она работает с 10 часов утра и до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова